Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Ижанна Санжак, я визажист. Я работаю визажистом уже практически 25 лет, мне 47 лет. И на своих вебинарах я рассказываю подробно про искусство макияжа. Сегодня ролик будет посвящен тому, как скрыть малярные мешки. Очень частая проблема, особенно когда мы становимся старше, меняется лицо и появляется малярный мешочек. Значит, как можно его скрыть? Сейчас я вам покажу детально, чтобы у вас было понимание. Итак, я прорисую немножечко. Вот в этой зоне, как правило, вот здесь появляется вот такой вот объем, который смотрится достаточно выразительно. Под этим объемом вот тут вот есть небольшая такая вот тень, которая идет от носослезки. И скрыть этот объем очень тяжело, потому что он находится на самой выступающей части лица. Как раз тут идут скулы. И получается, что вот эта вот зона, которая выступающая, она как раз переходит вот в этот объем. Бывает вариант, когда есть объемные щечки при этом, вот эта зона, она смотрится более выпуклой. За счет того, что здесь есть глубина, а вот тут объем, то за счет того, что здесь объем и здесь объем, глубина больше, соответственно, мешочек малярный смотрится тоже больше. Другой вариант, когда щечки как будто бы провалены. То есть вот эта глубина идет и под малярным мешочком, и сами щечки практически отсутствуют, а вот эти вот мешочки, они присутствуют. Что необходимо сделать? Значит, первое, нужно грамотно воспользоваться консилером, хайлайтером, который может как раз вот эту глубину под малярным мешочком убрать. Сейчас я покажу. Еще часто получается, что вот этот объем, конечно, так как это самая выступающая зона, я вот сюда наношу немножко блестящих теней, показать, что эта зона выпуклая. Все, что у нас выступающее на эти зоны, в первую очередь попадает свет. Поэтому этот объем, он становится более выразительный за счет того, что подсвечивается от выступления. Так, мы берем консилер-хайлайтер. Консилер-хайлайтер, у меня сейчас люмине, это консилер, который имеет немножко подсветку. Так вот, чтобы вот эту выпуклую часть убрать, нам нужно глубину, которая под выпуклой части, вытянуть. Поэтому вот в эту зону от носослезки и дальше под мешочек, вот этот вот, мы наносим консилер-хайлайтер, который вытаскивает глубину, соответственно, вот этот объем будет смотреться меньше. Значит, это первый шаг. Второй шаг. Значит, как только вы вытащили здесь глубину, мы уже скорректировали с этой стороны объем. Он становится уже не такой выразительный. Все блестящее на лице создает иллюзию выпуклости. Когда говорим про хайлайтер, который нарядный, который как украшение, у меня сейчас это Ева Мозаик, номер 01, такой бежевого цвета. Это хайлайтер, который мы обычно наносим на скулы, для того, чтобы их подсветить и придать свечение. Так вот, когда есть малярные мешочки, чтобы сделать их меньше, нам нужно эту зону сделать матовой, а вот эту зону сделать блестящей. Я сейчас специально нарисую красным карандашом, чтобы вы поняли, где эта блестящая зона. Как только вы высветляете вот таким вот образом, облачко такое, да, овальное, именно до малярного мешочка, все блестящее создает иллюзию выпуклости, объема, мы таким образом вот эту зону как будто бы наращиваем, то есть увеличиваем. А вот эта зона, которая у нас выпуклая, большая, мы берем пудру компактную, желательно в тон кожи, не темную, не светлую, в тон кожи, и чтобы она была без блеска. И вот этот вот мешочек стараемся сделать матовым, чтобы здесь не было никакого блеска. Здесь светлое, блестящее создает выпуклость, здесь матовое создает иллюзию отсутствия объема. Дальше, следующий нюанс, что касается румян. Когда мы берем кисточку для румян, она может быть такая достаточно большая, и вам удобно вот так вот раз-раз, то автоматически попадаете опять румянами или на глубину, или на малярные мешочки. Чтобы не попасть румянами в эту зону, возможно, вам нужно пересмотреть и использовать не классические сухие румяна, а кремовые, потому что кремовые румяна вы будете наносить пальчиком, локально, и вы как раз можете избежать попадания в носослезную борозду, которая может усилить, соответственно, вот этот объем. Поэтому вы наносите так, чтобы у вас румяна не попали там, где вы только что высветляли. Таким образом будет румянец, и при этом вы не усилите опять то, что вы только что замаскировали. Румяна могут быть блестящие, могут быть матовые. Значит, если у вас вот эта зона щечки, она большая, то есть вы хотели бы их сделать поменьше, то тогда румяна вы сюда наносите матовые. Матовые румяна будут создавать эффект немножечко глубины. Поэтому вот эта вот носослезная борозда, которая усиливает объем вот этот и вот этот, немножечко будет менее активна. Тут мы подсветлили, здесь мы затемнили румяными, создали эффект глубины, здесь мы сделали матовые, что убрали блик, а здесь мы сделали блестящие, чтобы увеличить объем. Понимаете, как это работает? Если у вас щечки наоборот провалены, и вы хотели бы визуально их как будто бы чуть-чуть увеличить, придать объем, то тогда вы выбираете румяна с небольшим сиянием, сатиновые. Их можно в принципе тоже самостоятельно сделать. То есть вы берете хайлайтер, наносите на руку, берете кремовое румяна, тоже наносите на руку и немножечко смешиваете, вот таким вот образом. И у вас румяна приобретает небольшой блеск. И вы как раз наносите на щечки там у вас, где глубина, и вы хотели бы немножечко как будто бы увеличить. Даже можно сверху вот немножко я беру и хайлайтер наношу. Таким образом, вот это вот свечение здесь придаст легкий объем щечкам. Поэтому румяна нужно также выбирать с учетом того, какое у вас лицо и что вот с этой зоной, насколько выразительны малярные мешочки. Вот такой вот лайфхак. Попробуйте. Здесь вот эти миллиметры очень важны. Если вы вот этим хайлайтером заденете и закрасите немножко сами малярные мешочки, они увеличатся и будут еще более заметны. Еще, кстати, да, забыла сказать, что когда есть вот этот объем, чаще всего вот тут глубина есть, и глубина еще есть вот здесь. Поэтому консилер-хайлайтер, он наносится, как я уже только что говорила, в эту зону, и он наносится вот здесь. То есть мы, грубо говоря, как будто бы вот эта выпуклая часть малярного мешочка, грубо говоря, со всех сторон подсвечиваем его, чтобы вот эта вот разница выпуклости, да, глубины не была. Таким образом, у вас будет очень хорошая коррекция. Они не исчезнут совсем, но будут менее заметны. Самое главное, вы хотя бы не усилите их неправильным макияжем. Спасибо вам за внимание. Если вам понравилось видео, напишите, пожалуйста, отзыв. Получилось у вас, не получилось. И предлагайте тему, какую я должна вам рассказать, осветить, чтобы вам было удобно и, самое главное, с удовольствием делать макияж, не стараясь не маскировать недостатки, а подчеркивать свою красоту. До новых встреч. До свидания.